Самая главная картинка, там две самые главные картинки еще впереди Это нам надо еще посмотреть, что происходит с многошленами четвертой стихи И еще одно важное слово, которое я предписал, это слово «результаты» Это примерно такая же наука про систему уравнение Ну, давайте поговорим про многошлены четвертой стихи Это, как у нас будет, пока это будет Многошлены четвертой стихи Опять, от старшего члена отправляемся Х четвертой плюс Ах квадрат плюс Бх плюс Ц Хотя мы избавились от старшего члена Все равно от этих четырех членов уже избавиться нельзя Они все важны Что не поделаешь, придется нам рисовать некоторую картинку в трехмерном пространстве Это такая очень важная картинка, которая называется «классочный клуб» Значит, наше трехмерное пространство – это пространство с координатами А, В, С Каждая его точка соответствует какому-то какому-то многочлену Мы берем точку, мы берем координаты Вот, здесь остались в соответствии многошлены, коэффициенты которых в этом координатах в этой точке Вот сейчас я нарисую ужасную картинку Сразу не пугайтесь, я постараюсь подробно объяснить Что тут на этой картинке происходит? Что тут на этой картинке происходит? Вот, это некоторая кривая, это кривая пространство Не кривая, это некоторая поверхность Что такое пространство? Пространство, оно, его можно рассеять в параллельную плоскостями Где координата А равно какой-то костер А равно 0, А равно минус единица, А равно минус двойки, А равно минус половине, А равно трюс половине, что-нибудь такое Давайте я нарисую для каждого из этих значений Вот что Значит, мы берем значение, когда А равно какой-то констер А равно какому-то конкретному числу Тогда мы получаем плоскость То есть координатами на которую Замеряются оставшиеся координаты, В и Ц Эта плоскость как-то пересекает Вот эту нашу ужасную поверхность Я сейчас буду рисовать, как она ее пересекает Значит, на нашей картинке Ось А смотрит в ту сторону Внутрь даст вход нас И когда А, значит, очень большой То есть плоскость лежит далеко за доску Параллельно даст темно Далеко за доску Мы берем такую вертикальную значкость Где А равно По координатам В и Ц В в эту сторону По целу в эту сторону И, значит, когда плоскость все очень далеко То это пересечение Это просто гладкая кривая Вот гладкая какая кривая И И Чем дальше Это А Лучше, когда А Становится совсем далеким То с этой кривой Ничего страшного не происходит Она остается ноль Вот при всех далеких А Пересечения Что? При больших При больших, да При больших А Это пересечение остается гладкой кривой Такой гладкой кривой Ну, уходящей летатой бесконечно Ну, вот когда А начинает уменьшаться То В момент, когда А становится равным А Соответствующая Кривая Она Ну, у нее Возникает некоторая неуловимая гадость У нее вот эта точка Становится Ну, не то что в особой Продвинутые из вас Может быть слышали такое слово Там Дважды дефиницируем Дрижды дефиницируем Вот оказывается, что В этой точке Эта кривая Она Все еще дефиницируемая Некрасательность Определена А в второй производной Уже не будет А когда Вы сдвинулись Сдвинули А Сдвинули А Еще чуть-чуть ниже Она стала Чуть Отрицательной Очень близко к нулю Тут-то С этой кривой Произошло вот что На ней Выросли Маленькие Маленькие Рожки Вот Она стала Вот такой Пересекающейся И Здесь у нее Возникло два Острия Эти два Острия В точности Вот так Уже видно На самом деле Как Уголокубический Порок К К Эти К К Посмотрите Под микроскопом В окрестности Этой У нас получится Вот такая Карпыч И В окрестности Этой Вот Ну когда А начинает Еще больше Убывать То Эти Рожки Начинают Раздвигаться И, ну вот, последний срез, когда А уже достаточно отрицательный, вот он вот нарисован. Вот у нас такая кривая, крошками это пересечение этой кривости, значит, когда А, ну, там минус, ну, круг минус 5, например. Уже большой, достаточно отрицательный срез. Большой помод для отрицательного среза. Ну, теперь нам все представить, что вот, вот такая поверхность, которая вот так устроена. Там далеко она просто гнаткая, а тут вот, где возникают вот ее пересечения, это вот поддешники. Что у нас будет с этой кривой, так, графа? В этой кривой будет множество вот таких особых точек. Вот эти рожки, когда, значит, эта кривая двигается. Для каждого отношения А имеются две таких особых точек. Но это для каждого отрицательного А. И когда А меняется, то эти вот кончики, они пробегают некоторую кривую здесь, кривую здесь. Получается целая такая кривая особых точек, вязи которой наша плохая кривая, ну, что это просто как прямое произведение, вот этой полукублической параболы, да, напрямую. Такой полукублической параболы. Ну, собственно, я назвал его официальный тип. Официальный тип. Эта кривая, произведение вот этого на длину, называется полукублической параболы. Еще у него на кривой есть еде самопересечения. Вот эти вот почки, вот есть такая точка здесь, и такая точка есть для каждого сечения. Вот здесь она есть, вот здесь она есть. Эти точки являются точками самопересечения этих кривых. Ну, а в общем, это еде самопересечения поверхности. Теперь я расскажу, вот такая поверхность. Если кто-то сумел вообразить себе поверхность, то сейчас я расскажу, значит, что здесь, где находится. Что мы вообще знаем про негрочлены четвертости? Сколько корней может быть у негрочленов четвертости? Или может быть четыре, два или необычного? Ну, и в промежуточных ситуациях там могут быть снившиеся кубы. Ну, вот тут что происходит. Значит, у нас эта поверхность разглядела все пространство на три части. Есть самая нижняя часть, которая нижней своей поверхности. Там лежат многочлены, у которых вообще нет корняки. Там лежат многочлены, у которых четыре корня. И есть вся остальная часть. Вот такая, может быть, большая часть она сверху находится, но там, может быть, с болгарными штанами. Это область, состоящая из многочленов, у которых есть два корня. Ну, и, конечно, есть промежуточные варианты. Вот сейчас я про каждое такое странно выглядывающее место в этой карте и расскажу, что тут не лежит. Значит, нижняя – множество многочленов, у которых четыре корня. Что с ним может случиться, чтобы часть этих корней исчилила? Ну, значит, мы начинаем менять. Вот может случиться так. Вот мы начинаем менять. И два корня начинают подтягиваться к другому. Они подтягиваются, подтягиваются, и в конечный момент возникла вот такая вещь. Возникло двукратно более. А в следующий момент он, вообще, уполз наверх. И пропал. Корень исчезли. Ну, для тех, кто понимает, я напомню, что на самом деле они никуда не исчезли, они просто ушли в комплексную область. Надо хорошо понимать, что вот нас окружает комплексное пространство, то трехмерное пространство, которое мы видим. Это вот так случайно получилось, что мы видим только его, но, вообще-то, есть комплексная область, и корни этого мы решили, на самом деле, уходят просто в комплексную область. Но вот в вещественной науке, в науке при вещественной многочленной ним, она уже куда-то исчезнет. Хорошо, вот так происходит исчезновение пары корней. Но с таким многочленным эта неприятность может случиться тремя способами. А именно же могут вот эти два корня с лицом есть и уйти. Могут вот эти два корня с лицом есть и уйти. А могут вот эти два. Понятно? Значит, три варианта. Эти трех вариантов соответствуют три участка границы, вот этой улице. Вот эта область состоит из многочленных четырех вариантов. Если начинают сливаться два девых, то это значит, что мы подошли вот к этой двойной границе. И вот к этой границе как раз мы дошли вот так вот. Сейчас аккуратно нарисуем. А вот это как бы... Это наоборот. Надо заметить, что тут вся картина симметрична. Если мы б заметим на минус б, то все сухарится. Поэтому... А здесь график просто превратился в силитры. Значит, вот эта картина. Это многочлен. Вот так вот. А если мы идем через верх, то получится... Вот так вот. Вот. А что будет вот в этом месте? В этом месте будет как бы, значит, что-то общее. Значит, такая неприятность, которая сочетает и вот эту неприятность, и вот эту неприятность. Мало того, что 3-й с 4-й корни сливились, вот здесь, да еще 2-й с 3-й с 3-й с 4-й. Значит, вот эта точка, это место, где есть 2-й, 3-й и 4-й вместе. Это вот так. Так. И здесь вот полукубическая равная точка. Понятно? Ну, а в этом месте, то есть синетрично... Как она она синетрично выглядит? Вот так. А еще здесь стоит линия самопересечения. Что же это такое за линия самопересечения? Кто мне это рисует? Вот может мне кто-нибудь нарисовать график Магачьяна, который сидит в праве той же самопересечения? Что же это такое за? Самопересечения это, во-первых, вот это неприятность, во-вторых это неприятность. То есть 1-й поле слилось с 2-й, а 3-й с 4-й. И 1-й. Тут 2 двойных поля. И это вот какая картина. 2. 1-й поле слилось с 2-й, а 3-й с 4-й. Вот. В целом 2 двойных поля. Ну вот. Вот более-менее все, что я вам показал. А то, что снаружи гладкая кривая? Нет, снаружи это рамка нашей карты. Это просто... Снаружи мне никакой диаметрический... Просто где-то чем я должен ограничить нашу карту? Вот. Возможно, правильно было бы нарисовать квадратную рамку. Ну, я нарисовал в виде квадратных поля. Значит, в виде какой-то в виде квадратных поля. Давайте я квадратную рамку нарисую. Ну, давайте. Значит, это мы обсудили границу. Вот в нем три уголочки. Давайте все-таки за контролем что-нибудь скажем про эту точку. Вот эта точка, лежащая на этой области. То, что такое. Значит, эта область, она лежит на границе между областью, где вообще нет кармейки, и областью, где только два кармейка. Значит, что там происходит? Ну, вот. Левые походы здесь снились, а правые вообще нет. Да. Значит, здесь происходит вот такая кармейка, где близки есть. А правые вообще вот так. Правые вообще уже нет. Вот. Замечательно. Вот так. А если мы немного пройдем через нее, то уже и левые исчезнут. Останется новостью, в которой вообще кармейки нет. Я вот принесю картинки. Картинки, в основном, как полностью скорее по логике, в диаметре. Они показывают, что происходит с самой качественной точки зрения. Вот этот лазовский хвост. Замечательно, понимаешь, лазовский хвост. Она... Да, кстати, у нее есть уравнение. У нее есть уравнение. Даже где-то... Оно у меня выписано. Нет, я не буду его переписывать. Там в Википедии вы его немедленно увидите, если спросите, значит, слово дискриминат. Ну, вот этот ужасный, когда же это АТАБА и СЕРТОР, он тут написан. Так вот, если я его напишу, он ни в Мунисерстве ничего не скажет. Значит, ну, явный уравнение не будет. Но если вы все-таки выпишите это уравнение и посмотрите на множество, которое определяется этим уравнением, то окажется, что этим уравнением определяется не только эта поверхность, которая тут нарисована, но еще отдельно лежащий хвостик. Не только эта поверхность, которая тут лежит, а еще вот из этой точки, в некоторую сторону, я спрошу вас, в какую сторону, и подсказываю. Растет еще отдельно хвостик. Вот такая вот кривая, которая не лежит в этой поверхности. И смысл у этого хвостика вот какой. Значит, это уравнение дискриминанта, которое, в некотором смысле оно все-таки каплее. Условие-то о том, что у некоторого многочлена есть кратный корень. А когда мы пишем у него члена, то, значит, вот алгебра, она не различает. Это каплестная и вещественная корня. Это условие, оно говорит, что у этого многочлена где-то есть кратная корня. Она не говорит, будет ли это корня комплекция или вещественная. Но, мы знаем, что если наш многочлен вещественный, у нас коэффициент называется вещественная, у него где-то есть комплекция в кратную корень, комплекция тоже вещественная, но у него должен быть комплекция сопряженная, тоже в кратную корень. Это, на самом деле, два не зависит от условия, поэтому у нас получается не поверхность, а только... Это условие, как говорится, сложности два, получается не поверхность, а дополнительное у нас получается только в такой поверхности. Ну, легко понять, чем он соответствует, то соответствует b2. Вот это уравнение, неострого естественного вида. x2 минус 5, x2. Вот, этот хвостик параметализуется таким плюсом, значит, минус 100. Ну, все равно, значит, если мы при этом t делаем положительно, то он будет лежать вещественную область, и он будет и все равно ставить ровно на эту самую день. У нас будет 2 кратных хвостик, а не вещественную. А когда t положительно, то... Значит, когда t отрицательный, когда у вас... Или когда мы прибавим что-то положительно, тогда у нас получается такой хвостик, у которого есть два слива, два двукратных мылиных хвостик для неподъектной области. Ну, вот это вот эта ситуация. Это получается такой хвостик. Давайте угадать. Значит, вот этот хвостик, я сказал, что он лежит не на этой поверхности, а значит, он лежит в одной из трех областей, на которые эта поверхность разделила наше пространство. В какой из этих областей он может лежать? Нижний. Правильно. 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 Потому что, значит, ну как... В любой из остальных, например, вот в этой области, есть уже два вещественных хвоста, а этот хвостик соответствует еще целым четырем мнимым. Тогда у нашего многочленного получили целые шесть корней, чего у многочленного четвертого стекла не было. Ну, конечно. Значит, вот здесь вот, вот в нижней области, там нет ни одного вещественного пола, ни одного вещественного пола, но в том доме получится четыре мнимых. Правильно. Вот, значит, вот там вот такой хвостик еще растек, который является продолжением вот этой Дениса А. 1000. Хорошо. Ну, еще одно мелкое совершенно замечание. Вот эта картинка, она ужасная, и уравнение у нее тоже ужасное, но сразу можно сказать, что это поверхность, как говорят, линейчества. Есть такое слово, линейчатая поверхность. поверхность может быть кривой-кривой, а все-таки линейчатая. Может быть, кто-то из вас знает такие слова, там-то перболовые, не знает, не знаете. А вот Шуховскую башню знаете? Да. Знаете? Вот представьте себе, вот каждый ее пролет, каждое ее звено такое, значит, оно, ну, оно кривое, ну, так вот, или скривлевое, да? Тем не менее, оно замканно все прямыми линиями, такими прямыми балками, значит, вот там, значит, берется два таких, два колеса, как бы, и, натянутые вот такие балки, там, поперечные линии, и вот так, такое вот семейство балок, значит, поверхность при этом получилась кривой-линей, вот так вот, как бы, тем не менее, она вся замканно при выведении. Представляете? Ну, или больше всего, представляете? Эта поверхность, она тоже будет самостоятельно, она вся состоит, она вся замканно при выведении. Ну, и легко понять, какими же выведениями она замканна. У нас же есть, значит, итак, что такое? Эта поверхность. Вот. Эта поверхность, где дискриминатором от АВС 1 0 это множество таких АВС, что соответствующим многочленам имеют кратный корень. Ну, давайте зафиксируем какое-то число вот тот самый кратный корень. И будем рассматривать в этой поверхности те многочлены, которые имеют кратный корень именно в этой точке Х. Это линейный что? Этим условием это АВС, что соответствующий многочлен имеет кратный корень именно в этой точке Х, то есть это паралинейных условий оно задает нам прямую на наши поверхности. И вот наша поверхность состоит вся из таких прямых. Которые однако же пересекаются в этой точке, когда у нас кратных корней целых два. Вот. Вот как раз это время это видит пересечение таких вот прямых, людей, которыми замкнутся вся наша память. в этой точке, в этой точке, помнить, что я не могу